Обычно это происходит из-за неквалифицированности не родителей, а самого предавшегося. Но не может быть, а 100%. Это 100%. Вы виной в этом, что у них неправильное отношение к сознанию Кришны и все остальное. То, что родители начинают критиковать эти книги, критиковать преданных, критиковать наших авторитетов или все. Причиной являемся мы. Это наше оскорбительное состояние. Мы начинаем проповедовать славу всего этого неверующим родителям. Это одно из видов оскорбления святого имени. Потому что каждый новичок пытается этим загрузить самых близких в первую очередь людей. Загрузить. Не полюбить их, не жертвовать для них что-то, не служить им. Потому что он учится гордости сначала. Даже не замечает. Он начинает себя считать более продвинутым. В начале человек гуру. Поэтому он путешествует, все распространяет в автобусах везде. Везде орет там про мантру, про то, про все. Потому что он как гуру себя ведет. Это называется Уцеха Мая. И поэтому почтение к себе требует. За то, что он там, видишь, ли к мэру сходил, а я там помещение пробил. А вы как? Эта свинья там лезет везде. Остановите его. Вы авторитет или не авторитет? Я сейчас заплачу, елкин. Дрын. Если вы не сделаете это. Потому что они такие гордые. Гордые все. Нельзя гордого человека пускать никуда. Он слишком гордый. Кришна не будет присутствовать в его гордости. Кришна не принимает гордость. А предность приходит туда, где нет гордости. Потому что гордость роняет преданность. Вот почему говорится, что гордость предшествует падению. Не гордый. Я там такой. Мое видение. Они не придут, никогда ко мне не спросят. Каково ваше видение? Они все время свое видение. И тот, кто их видение принимает, для них авторитет. А для авторитета продвинутый является тот, кто принял его видение. Поэтому сложно понять, кто кому служит. Много лет сложно понять, кто кому служит. И авторитет только понимает, что первые годы мне придется служить им. Потом они прекратят служить вообще. И потом потихоньку начнут служить. Вот это стадия вредительства, стадия бесполезности. И стадия служения начинается. Он будет их вдохновлять на преданность служения. Они будут его критиковать. Такой вид служения. Сначала выберут такой вид служения. Сначала они будут его прославлять. Потом они будут его критиковать. И так далее. Так же и человек, когда он приходит в свою семью, наслушавшись лекций каких-то. Он приходит, вы думаете, прочитав книжку о карате, вы становитесь каратистом? Представьте, вы посмотрели кино про Брюс Ли, вы стали мастером? А если бы лекцию Брюс Ли послушали? Вы стали бы Брюс Ли? Вот представьте, вы увидели Клаудио Шифер. И вы стали из-за этого Клаудио Шифер? Тоже вас всех на обложках теперь должны. Так почему же человек, просто услышав что-то или прочитав, приходит в семью и из себя этого изображает? Я помню, я в кино насмотрюсь что-нибудь. Маленький был. В кино насмотришь, ты идешь и думаешь, я тоже Брюс Ли. Я даже приходил, у меня брат двоюродный был, и я ему. Он мне как бурнел. Встаю и думаю, нет, Брюс Ли не прав. Вы понимаете ли? Так и дети, люди, они что-то там где-то наслушаются, насмотрятся. И поэтому те, кто более взрослые, они понимают, что они гонимые. Ветром гонимые какие-то. Ушел утром нормальный, похотливый ублюдок. Где-то куда-то сходил на какие-то лекции три дня. И вернулся прямо святым. Ничего себе у него слух. Он вернулся гордым. Даже не замечая этого. И начинаю. Да вы ничего. Иди сюда, я тебе кое-что расскажу. Ну, ты, наверное, не поймешь. Вот как начинается. И поэтому у них плохое отношение к тому, где мы были и что мы слушали. У вас было бы какое-то... У вас есть ребенок? Скоро он придет. Вытащит палец оттуда и придет к вам. И вы почувствуете, что тот, кто вот этот палец вытащил и так делает, пока свинья, видимо. Скоро это произойдет. Уже было? Так теперь вы понимаете, почему к вам так же. Ну, вот видите. Все так просто. Прупадов всегда говорил, не проповедуйте родителям, а не мыли вам зад. Он это имя и вытал. Им сводит под нос. Ну, это что такое? Родители, мы ли нам зад, а мы и там проповедовать начинаем. Но родители, видя, как мы меняемся, как мы любить их, начинаем почтительно относиться. Они говорят, что-то куда-то ходят, что-то слушают. И все лучше и лучше. Ёлкин дрын. Они говорят, наверное, какого-то умного мужика повстречал там. Наверное, что-то какие-то умные лекции. Прямо такое вообще, да? И они начинают этим привлекаться. Так они постигают славу этого. А не наоборот, что это там, какие-то демоны собрались. Вот это и называется. Предное служение на стадии вредительства. Он-то им служит, а они ему такой гадостью платят. С полной убежденностью, что сделали это исключительно ради него. Ой, кошмар, блин. Ужас. Вот оно и есть уца хамая. Ложный энтузиазм. Который только все разрушил в итоге. Вот о чем. И они к себе за это еще требуют чего? Вот сейчас вы сказали, что такое родители, блин. Собаки. Что они, значит, почему у вас такое? Они вас за это не уважают. За то, что вы стали Харе Кришна. А наоборот вас считают Харе Рамой. Да? Видите? Вот так вот, говорит Уца Хамая. Он едва что-то там уже, так сказать, тычет пальцем в нос, который вытащил недавно. И за это еще к себе требуют чего? Уважение, чтобы уважали. Ну ладно я, но вы уважаете тех. Все так просто, видите. Но понимание приходит потом. Видите, потом, когда человек в действии. Поэтому Кришна говорит, тот, кто служит мне, только тому я даю понимание. А понимание Кришна как дает? Вот вы через сердце это могли бы понять? И как успех? Вот для этого, говорится Садхусанга, для этого предные приходят на эту планету, чтобы объяснять, давать свое общение людям. И Кришна скрывает перед ними горизонты. Что много людей, он хочет, даже все Кришну, чтобы многие люди получили разный вид общения и выбрали, что? Выбирали, чтобы была альтернатива у человека, чтобы он принимал ответственность за свой выбор. Кого он там выбрал, что он выбрал. А то быстро великими становятся. Год-два и уже великий. Год-два. Поэтому для них, пропадый говорил, если вы начинаете новичку объяснять об анартках, он уйдет. Почему? Потому что он думает, что вы наговариваете на него. У меня есть опыт, когда я человеку говорю, он говорит, да вы что, у меня такого даже и в сердце нет. И он думает, что у вас, видимо, какие-то это, у меня это не в сердце. Вы что? Похоже, от маман меня деджагад, у него, видимо, с учетом он все время. У вас-то, новичок всегда говорит, а у вас ничего не случилось? Вы говорите, что? Ну, что-то вы все время как-то вот про это говорите. А у кого чего болит же? У меня-то это не болит. Я здоров. Потому что у него это не болит. Поэтому, когда вы спрашиваете человека, как это, ну, как у тебя? Он говорит, все нормально. Та же похоть, та же зависть, та же тщеславие. Понимаете, все нормально. А тот, кто это уже увидел, он болит. Как у тебя дела? Он говорит, да какие дела, елки, все. В вашей милости только все делается. Пытаюсь, пытаюсь, пытаюсь избавиться. Столько работы. Надо служить. Дайте мне служение. Потому что я понимаю, что это только в служении сгорит. И как он? Регулируемым. Я хочу, чтобы вы регулировали мое служение. Потому что вы, я считаю, что вы более опытный человек. Потому что вы из такого дерьма вылезли, я слыхал. И судя по вашей физиономии, факт. Слушая ваши лекции, приходишь к выводу, что вы очень много где побывали. И при этом, неужели это все работает? А кто-то начинает прославлять свой аристократизм под видом проповеди. И тогда люди думают, да нет, елки, надо английский изучить, компьютера. Надо, наверное, в Индии долго жить. Вот успех преданного служения. Это, видимо, для дураков про упаду придумал искон. А, это так специально. Ну, что если бы ослы, чтобы типа книжки распространяли, типа служат. Да, понял. А типа в следующей жизни они будут типа вайшьями. А потом они будут жертвовать, жертвовать. И типа в следующей жизни станут типа кшатриями. А потом они типа кшатрии будут здесь всех защищать. И типа в следующей жизни станут браманами. А типа, когда они станут браманами, сапожники раз и уже освободились. Странная пистолет. Поэтому мы Должны быть внимательны Сам процесс должен привлечь людей Когда они видят А каждый что-то выпендривается Что-то из себя изображает Прославляет не процесс, а себя В процессе Он не любил искусство Он любил себя в искусстве Это читал Поэтому негодяи Они все оправдывают Любую свою деятельность они оправдывают Любую Как Дакша Он все время себя оправдывает Поэтому он проклинает Народу Муни Чистого предного Проклинает, оскорбление наносит Хотя Дакша тоже предный Посмотрите какие разные Они оба предные, но один другого проклинает И оскорбляет Дакша тоже предный И Шива предный И Дакша оскорбляет Шиву Вот что такое Предное служение Когда оно окрашено кармой Вот этими желаниями Наслаждаться Сразу оскорбительное настроение Тем, кто говорит им об этом Кто что-то делает для них Сразу такие проблемы Возникают Видите, все преданные Но почему одни оскорбляют других Потому что одни предные на уровне кармы Другие предные на уровне ситх Третьи на уровне Там Бхукты, мукты Там всякой еланды И они поэтому оскорбительно Могут Бояться чистых предных Еще потому что Завидовать им Как бы Не понимать их положение Все время думать Что они все время Что-то пытаются им подпилить трон Там не знаю Там что-то еще сделать Свою Проблема И поэтому они не приходят К ним Не спрашивают У них благословления Ничего Считая себя Вот в этом свете Своего материального успеха Считая себя У более продвинутыми А Господь Шива Он повелитель ложного эго Он рубит ложное эго И рубит Рубит и рубит Посылает людей Которые говорят нам То, что срубает Наше ложное эго Поэтому говорится Что он Учитель всего мира